Всем привет! Сегодня я к вам с кексом на минералке. Очень вкусное тесто получается, нежное, пористое и реальных 10 минут приготовления и ставим в духовку. Шоколадный, с орешками и кусочками шоколада. К чаю или даже на праздничный стол замечательный кекс. Кекс этот на минералке, обычная минералка, она у меня вот минут 5 здесь постояла, пока я все подготавливала, чтобы сильные газы из нее вышли. 300 мл беру минералки и смешиваю 100 мл растительное масло, просто для удобства смешиваю жидкости, пока отставлю в сторону. 2 яйца и стакан сахара, граммов 200, это 210 где-то примерно с горкой. Щепотка соли и взбиваю миксером, можно венчиком хорошо перемешать, но до хорошей белой массы. Вот так вот взбила яйца просто, ну где-то минутку они у меня взбивались, не больше. Наливаю всю жидкость, то есть минералку с растительным маслом. Не включая миксер, вот просто чуть-чуть перемешаю. И насыпаю первую часть муки. Муки всего у меня уходит граммов 300-350. Вот лучше я вам, когда уже тесто будет готово, покажу, какая консистенция теста должна быть. Примерно это 2 стакана. Кому вот как мерить удобно, так и мерите. Тоже вот просто перемешиваю, не включая миксер пока. Тесто просто пока жидкое, чтобы включать миксер, иначе будет разбрызгиваться. Как-то стало тесто немножко таким вот густым. Включаю миксер на полминутки, чтобы хорошо размешать муку. Пакетик разрыхлителя 7-10 граммов достаточно сюда. 2 столовых ложки какао. Сегодня у меня ушло 400 граммов муки. То есть вот зависит от того, чуть больше положила минералки, чуть больше яйца были. И тогда и муки, соответственно, больше требуется. Вот так вот оно должно спадать. То есть оно не должно быть жидким. А вот так вот медленно хорошо спадать. Все, тесто готово. Я сегодня сделаю на 2 английские вот кексницы, английские формы. Можно сделать на одну кексницу или подходит тоже на круглую, 22 до 24 сантиметра. Капельку масла капнула. Смазываю растительным маслом. Выкладываю сюда тесто. До половины формы, не больше. Еще беру вот половину плитки шоколада. У меня черный, можно взять в принципе и молочный. И сегодня я возьму фисташки. Здесь орех можно взять абсолютно любой. Грецкий, миндаль, что угодно. Можно его просто порубить и полюбить тоже. Или лепестки миндаля взять. То, что вам нравится. Грецкий отлично тоже сюда подходит. Немножко порублю его на кусочки. Лучше всего это делать ножом, чтобы кусочки не были сильно мелкие. И шоколад также порублю на кусочки. Сверху посыпаю шоколадными кусочками. Вот они у меня тоже не сильно мелкие. Мелкие сильно тоже не надо делать. И орешками. И ставлю в духовку на 170-180 градусов вверх-вниз на минут 40-45. 40 минут ровно у меня простояли в духовке кексы. Теперь вот они остывают. И тогда уже вытаскиваю из форм. Ну вот оказалось, что у меня камера почему-то не записывала, когда я его резала. А я вот его разрезала. Сказала о том, что если вы любите сахарную пудру, можно еще сахарной пудрой посыпать. И вот само тесто, оно очень нежное. Это я вот здесь вот уже пол кусочка съела. Оно очень пористое, рыхлое. И 40 минут вот достаточно. Не надо пересушивать его. Если пересушить, оно будет суховатым. А если вот вовремя убрать из духовки, проверьте зубочисткой. Зубочистка сухая, вынимайте. Все, оно готово. Тогда он получается очень нежный. И сами видели, 10 минут замесила, поставила все, 40 минут в духовке. Уже время свободное. Простой кекс к чаю, да и на праздничный стол он замечательно, по-моему, смотрится. Делайте вот такой вот кексик. Делитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok